здравствуйте уважаемые любители шахмат в эти дни на онлайн просторах проходит супер турнир пусть и онлайн но с участием чемпиона мира по шахматам и троих российских шахматистов по крайней мере именно трио российских шахматистов и чемпион мира сыграют в полуфинале давайте поговорим поподробнее о том как проходили четверть финала и как проходила отборочная часть это первый турнир в этом году из серии так называемых турниров магнуса карлсона тура магнуса карлсона и 16 шахматистов были приглашены в отборочную часть по итогам который 8 показавшие наилучший результат вышли в четвертьфиналы вчера эти четвертьфиналы состоялись и с радостью отмечаю что из троих российских шахматистов которые попали в число этих восьми сильнейших три российских шахматиста эти же шахматисты и продолжат борьбу в полуфиналах и так в четвертьфиналах были сыграны такие матчи ян непомнящий обыграл молодого немецкого шахматиста винсена камера чемпион мира магнус карлсон оказался сильнее вьетнамского шахматиста лим ли куанга владислав артемьев стоявший буквально на грани поражения тем не менее взял вверх на один к леженьям и андрей исипенко одержал победу над канадским шахматистом и стримером эриком хансом давайте посмотрим на ключевые разберем ключевые моменты этих четвертьфиналов и начнем с победы чемпиона мира и так магнус карлсон в этой партии действовал белыми и победа которую надержал в этой партии стала ключевой для его победы в четвертьфинале черные только что неаккуратно сыграли ладья f e8 и видимо недооценили удар сильный удар по центру d4 который белые нанесли выясняется что в случае ед белые побьют на b6 побьют на d4 и вот такие вот замечательные слоны у них буквально прорезают всю доску таким образом у белых достаточно серьезный позиционный перевес черные решили надо 4 не бить побили на f3 слон f3 ед но тогда следует такой вот промежуточный ход ладья fd1 вновь белые создают угрозу взятия на b6 порчи структуры пешек черных на ферзевом фланге и затем в удобный момент съедение на d4 черные пошли конь е5 может быть они надеялись на силу пешки d здесь вот d3 пешка уже так далеко пробрал пробралась но следует разменная комбинация стоит отметить что чемпион мира здесь совершил неточность он побил на е5 слоном а следовало сначала побить на а8 ладья а8 и только здесь побить на е5 и тогда возникала та позиция которая в итоге возникла в партии о которой мы будем говорить но но как я уже отметила в партии белые побили на е5 а это приводило могло бы привести к равной позиции так как после dc ладья d7 конь d7 слона 8 очень много белых слонов под боем целых два черные сделали неправильный выбор они побили слона на а8 правильно же здесь было съесть ладьей на е5 ввиду важного тактического нюанса после ладья c1 может показаться что теряется пешка b и у белых все равно перевес но у черных есть вот такой симпатичный тактический удар ладья е3 с идеей на фе побить на е3 и тогда пешка c может принести победу черным поэтому белым приходится бить на b6 и здесь после еще серии оригинальных разменов ладья b3 с угрозой ладья b1 поэтому приходится бить пешку а не коня ладья c2 черные удерживают равенство можно побить на b6 ладьей можно пешкой пользуясь тем что ладья c8 конь f8 это не мат и у черных даже лишняя пешка на доске поэтому белым следует ходить ладья c7 здесь слон d5 и вот таким вот образом атаковать пешку f7 но так или иначе этот эншпиль примерно равный а в партии последовал ладья a8 но тогда черные черные теряют пешку c2 и пусть они ее меняют на b3 но мы видим что структура пешечная на ферзевом фланге оставляет желать и по этим слабостям белые начинают свой огонь f6 король f1 усиливают позицию своих фигур магнус слон c3 пассивная позиция неприятный эншпиль у черных и ничего они поделать с этим не смогли ладья b2 король е2 король d3 пришел король в центр е4 еще один шаг вперед и мы видим как грустно черным фигурам на ферзевом фланге конь c1 потерялась пешка а ну из такой отдаленной проходной белые конечно не испыт не испытали никаких технических проблем в этой партии давайте досмотрим быстро партию до конца слон е35 f4 создает еще одну проходную белые пытаются создать на королевском фланге и она и создали они получились вот такие вот шахматные штаны и черные фигуры абсолютно бессильны против против проходных белых пешек вот такая вот победа которая позволила чемпиону мира пройти дальше в полуфинал и мы переходим к другому четвертьфинальному поединку а именно противостоянию я на непомнящего и винсена камера этот матч прошел достаточно напряженной борьбе и лишь однажды я но не помнющему из четырех партий удалось взять вверх именно эта победа и позволила я но пройти в полуфинал победа в третьей партии одержаны белыми фигурами давайте посмотрим как все было был разыгран вариант найдерфа интересно что те любители шахмат которые следят за выступлением я на непомнящего могут вспомнить его недавнюю победу в финале одного из турниров серии чемпионатов парапиду сайта ческом над анишем гири в этом же варианте одержана слон е3 рокировка ладья е1 я комментировала эту встречу и удивлялась вот такой вот относительно новой идеи белых не препятствовать ходу d5 выясняется что продвижение d5 здесь неудачно для черных но вообще стоит отметить что в этой структуре конечно это продвижение является ключевым и вокруг него вся борьба и ведется чаще белые ходили слон f3 где-то пытались вот таким вот механическим путем препятствовать этому продвижению но сейчас ход ладья е1 входит в моду конь c6 винсен решил развить коня таким образом чаще развивали коня на d7 много уже партий на очень высоком уровне сыграны например партия большой швейцарки витюгов сарана опять же там черные коня не на d7 они развили тоже на c6 но предварительно пошли а6 и вот наверное если и говорить о плане черных в этой позиции с ходом конь c6 то черные в той партии действовали правильно они развили коня на c6 и пошли конь а5 впоследствии уравняли а в этой партии после конь c6 f3 черным может быть порекомендован ход конь а5 я думаю интересное продолжение было бы здесь но они решили пойти b5 вперед а4 ба конь а4 вот таким вот образом отвлекли коня белых из центра и сыграли d5 но продвижение d5 не принесло облегчение в этой ситуации черным поэтому видимо весь план с b5 и d5 несколько неудачен в этой конкретной ситуации позиции конь а c5 сыграли белый конь bc5 тоже было интересно вот таким вот образом освобождая дорогу своим пешком конь а c5 слон c8 приходится отступать так пассивно достаточно ед конь d5 слон f2 конь d4 казалось бы черные фигуры достаточно черные кони активно расположены но этого нельзя сказать о других фигурах черных слон f1 белые пока скромно отходят слонами назад но атакуют центральные центральную пешку черных ферзь c7 c3 видим что кони не защищены они без опорных пунктов и полей и не просто удержаться на центральных позициях хотя вот эта позиция все равно примерно равная то есть где-то белые не точно сыграли но не сумел справиться в дальнейшем винсент кеймер со своими пешечными слабостями потому что пешки приходится удерживать постоянные это не так просто в условиях ограниченного времени соперник играет с контролем 15 минут плюс 10 секунд на ход конь а5 ладья а b8 ферзь c4 и здесь ошибка достаточно серьезная которая привела к поражению черных опять же подчеркну что позиция все-таки достаточно неприятная у черных больше слабостей больше угроз у белых и соответственно приходится за всеми этими угрозами следить последовала ладья b2 попытался разменять пешку b на пешку а немецкий шахматист но опять же проблема не только здесь пешках но и в том что конь c6 очень неприятно белые собираются сыграть поэтому лучше было сыграть ладья dc8 черным и вот таким вот образом пока защитить поле c6 шансами с некоторыми шансами на благоприятный исход этой партии а после ладья b2 все достаточно просто для белых получилось ферзь c7 конь c7 конь c6 вилка конь е7 ладья бьет е5 именно с пешки евро обращаю ваше внимание начинают белые потому что если бы они сначала побили на а6 то черным бы легче было пешку е5 защитить а пешка а6 она навечно слаба но и пресловутое преимущество двух слонов проходная все это делают эншпиль который на доске с большим перевесом у белых и опять мы наблюдаем техническую стадию белые достаточно уверенно ее провели постепенно усиливали позицию несмотря на то что черным вот так вот удалось красиво ладьи на второй ряд завести но это не привело к уравнению позиции пешка c продолжал идти вперед король обращаю внимание как быстро вышел в центр слон бьет а6 король d4 сравним положение королей ну и несмотря на отчаянное сопротивление молодого шахматиста я непомнящий пешку провел ферзи и лишнюю фигуру реализовал и вот эта победа позволила победа в этой партии позволила я ну непомнящему праздновать победу в матче четвертьфинальном его мы увидим в полуфинале давайте обсудим следующий следующий четвертьфинал артемьев динк лежень в этом противостоянии артемьев динк лежень российские болельщики уже попрощались с выступлением владислава на этом турнире так как проиграв первой партии в третьей партии владислав был ну буквально на грани от поражения судите сами смотрите сами вот такая вот позиция возникла на доске у динк лежения на тот момент было три минуты по времени и подавляющая позиция коня в 6 здесь заканчивала партию была сыграна ферзь б7 ладья ж8 но коня в 6 здесь тоже заканчивала партию коня в 6 слон g5 и матч для динк лежения и артемьева но но увы ах для китайских болельщиков динк лежень решил не считать варианты решил прогнать коня на е4 сыграл ладья д е1 грубая ошибка и зевнул контрудар черных ладья c2 ладья c2 последовала ладья бьет h2 выясняется что слон белых на 6 так замечательно расположенный теряется ладья бьет h6 ладья бьет f6 и здесь черные могли выиграть партию хода ферзь a5 ферзь подключается подключается к атаке с неимоверной силой черным владислав выпустил этот ход и из вида сыграл ладья h3 и видимо пытаясь пытаясь как раз защититься от хода ферзь a5 динк лежень заметил эту идею черных он сыграл b4 хотя здесь уже должен был атаковать слона на d6 ферзь c6 и вот этот ход сохранял баланс в позиции сохранял равновесие потому что здесь уже ферзь a5 не успевают черные подключить ферзя как ни странно все поля белые защищают и держат под контролем вокруг своего короля но здесь ход b4 привез привел к поражению потому что последовала очень сильная ладья d3 и выясняется что ладья d5 слон h2 грозит она ладья f7 с угрозой ладья бьет h7 ферзь выскакивает но с другой стороны ферзь h4 и угрозы из виду матовых угроз белых приходит белым приходится бить на h7 вот на такую разменную комбинацию идти но в результате этой разменной комбинации у черных лишняя фигура и белые сдались вот такое вот чудо спасения в четвертой партии владислав одержал победу и вырвал выход в полуфинал в этом драматичном четвертьфинале и в заключении поговорим о четвертом четвертьфинале где победу одержал андрей есипенко и так матч андрей есипенко с эриком хансеном с открытием отборочного турнира никто не не ожидал такого перформанса от канадского стримера прежде всего основателя известного канала чес бра но тем не менее эрик хансен убедительно провел отборочную часть и в четвертьфинальном поединке три первые партии завершились в ничью но но в четвертой андрей создал настоящий позиционный шедевр давайте посмотрим что произошло и так анти берлин на доске сослон c6 и белые пешки сразу же бросаются в бой c3 d4 слон g5 f6 слон h4 ничего не нового под луной в одной из последних партий на эту тему в этой позиции большой швейцарки в риге алирезов и руджа черными устоял против григория опарина как раз в последнем туре если я не ошибаюсь опять сыграл и пешку опустил вперед здесь была пущена черными вперед пешка b а4 король h8 ладья е1 ну и давайте на основном моменте этой партии остановимся такие вот маневры примерное равенство на доске и после 18-го ход c4 очень неожиданная структура возникла необычная и бросаются конечно в глаза вот два поля d5 и d4 черные пускают своего коня быстро на поле d4 пытаются привести белые ходят конь f1 и казалось бы тоже ведут своего коня на d5 но однако после конь b8 следует неожиданное фантастическое фантастически сильное продолжение ферзь d5 неожиданно ферзь таким не шаблонным образом идет в центр доски выясняется что на конь c6 идеи белых конь e5 и ввиду незащищенности ладьи на a8 белые выигрывают пешку таким вот способом а после ладья a7 белые бьют на e5 несмотря на то что на слон b7 если белый ферзь отступит белые потеряют фигуру но но план белых идея белых когда они играли ферзь d5 была не отступить здесь ферзем а пожертвовать ферзя замечательная позиционная жертва ферзя слон d6 слон d5 которую андрей поднял в партии по 15 минут о многом говорит слоны f8 и и здесь черные допускают ошибку которая сразу же практически к фатальным последствиям приводит ферзь и 8 на слон c4 компьютер оценивает эту позицию где соотношение материала ладья кони пешка против ферзя примерно примерно равный но наверное все таки белым играть полегче слон d4 кони в 5 плюс пешка е которая стремится вперед на секундах действовать черными было бы в любом случае очень неприятно но в партии повторюсь черные побили на f8 ферзем а тогда после cd белые пешки тяжело остановить они поддерживаемы своими фигурами стремятся вперед кони и ладьи вместе очень хорошо в данной позиции работают и так они чуть пришли вперед мы видим что они создают прокладывают дорогу для маршрута пешки d и несмотря на то что одного коня черные разменяли но план белых достаточно очевиден они впоследствии сдваивают ладьи и выбивают вот эту блокадную фигуру из под своей пешки и черные черные ничто не могут поделать ладья c1 ладья b7 g3 потихонечку белые усиливают позицию съедают по пути пешки которые попадаются сдваиваются ладьями по линии d создают страшную угрозу d7 черным приходится ставить ладью на d7 и вот такие вот образом используя небольшую тактику переводят коня поближе к ладье ладья d6 последовала бы конь е7 и вот этот эншпель с двумя ладьями против ферзя с большим перевесом у белых так как эта пешка потеряется ну и потом материальный перевес на королевском фланге удастся реализовать но на король h7 смотрим как андрей доводит коня до поля c5 выбивает ладью съедает пешку а4 потому что спешить и торопиться здесь не надо d7 и ввиду страшной угрозы конь b7 еще один ход был сделан и черные сдались замечательное достижение нашего юного российского шахматиста поздравляем ребят с выходом в полуфинал сегодня будем за ними за этими полуфиналами следить и обзор обзор ждите полуфиналов уже совсем скоро всем спасибо за внимание с вами была 12 чемпионка мира по шахматам александр костенюк александр костенюк